Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 июня, я продолжаю отвечать на вопросы своих зрителей. И вот одна моя постоянная зрительница, мой оппонент Ольга Михачева, попросила меня показать, как я пропалываю. Потому что у всех у нас технологии прополки разные. И еще она увидела вот эту вот мою мотышку и попросила рассказать, что это за инструмент. Я сейчас все покажу и расскажу. И вот эта мотышка, которой я работаю, она действительно очень облегчает мне труд. И если у кого-то, например, есть такая возможность, если вы еще и не пользуетесь, я бы посоветовала вам ее приобрести. Вот смотрите, основная у меня площадь теплицы не заросшая. Потому что вот эта самая теплица, это та, где у меня выращивалась рассада. И где я потом после этого, в поздних сроках, высадила еще другие томаты. Короче, второе уже использование теплицы. И основная эта вот земля, тут уже как первая волна травы, она в рассаде выросла. Я ее при перекопке, конечно, уничтожила. И сильно травы нет. Но травы очень много, вы, наверное, вот сейчас увидите, именно там, где я подсыпала в лунке перегной. Вот видите, она трава почти вся однотипная. Вот это я называю деревенская трава, очень зловредная. Ее, если начинаешь просто так выдергивать, сейчас как бы, чтобы руку освободить, ее если начинаешь вот так, просто так выдергивать, она очень часто вот так вот обрывается. А вот этот, где он есть-то? Ну, а вот этот вот основание, видите, у него сильные корни. Вот эти корни остаются в земле, и потом на этой корневой системе еще сильнее она попрет, эта трава. Я всегда для прополки использую вот эту мотышку. Ну, естественно, золотое правило прополки, технология должна быть такая, что перед прополкой обязательно нужно полить почву. Из сухого грунта вы траву никогда не вытянете, особенно с такой сильной корневой системой. И она вся там, корни останутся, это будет, как говорится, мартышкин труд, она снова через 3 дня вылезет. Я вот полила в лунке, вот этой мотышкой беру, и вот так вот как бы, вот так раз, раз, и они вместе с корнями, как, ну, это и не рыхление, вот есть такой, как препарат какой-то, этот, плоскорез кузнецовый или чего-то, оно под вид этого, только круглое. Потом я просто беру, и вот эти все вытряхиваю. Просто вот без этой штучки, их бы было очень сложно, их, ой, как бы сесть-то, я не знаю, их бы пришлось вот по одной вот так дергать, это очень долго, и вот раз, и все-таки некоторые обрываются, и они там эти корни остаются. Я сначала прохожусь этой мотышкой, вот так раз, раз, и можно пройтись сразу по всем лункам, чтобы не это, как время не терять так быстро, хоп-хоп-хоп. Потом просто иду и рукой все собираю. Они уже с землей не сцеплены, они просто, это очень быстро. Дальше, подождите, проползу сейчас, еще покажу. Вот такая вот трава, когда большая, ее руками сложно. И получается, как одновременно, и рыхление, и прополка. Потом я все это убираю, все, что вырыхлило. Ну, конечно, если одиночные какие-то останутся, я их выдерну. Вот сейчас я иду вдоль теплицы, я сразу пропалываю, получается, что прополка, рыхление, и сразу тут же, пока я уж опустилась на нижний ярус, сразу убираю нижние листики и убираю пасанки. Вот эта вот Настенька у меня, которую я посадила после рассады, и про которую я говорила, что очень важно, когда второй раз используете теплицу, выбирать сорта, которые дождутся, не перерастут, не испортятся, дождутся вот этого позднего высаживания. И вот я сегодня посмотрела, я давно здесь не была, все заросло здесь, Настенька уже почти вся завязалась, плоды завязались, но где-то они, конечно, меньше, где-то больше, есть вообще уже полноценные плоды, которые, возможно, даже поспеют вместе наравне с теми, которые в той теплице. Все, не буду отвлекаться, вот это была моя технология прополки. Первое, грунт увлажняю обязательно перед прополкой. Второе, использую вот такую вот мотышку. Она вот этот инструмент универсальный, им можно просто порыхлить. Когда вы, ну, когда нет травы, просто вам нужно порыхлить. Им же подцепляю, когда делаю выемку рассада, при пересадке. Им же копаю луночки, очень удобно. Она острая, делает хорошие глубокие луночки. Им же пользуюсь вот при прополке, для того, чтобы вырвать сорняки с корнем. Все. Я надеюсь, и Оля, и другие, кому интересно, как побыстрее, поэффективнее прополоть, посмотрят, и что-то какое-то полезное, полезную какую-то информацию для себя вынесут. Все. До свидания. Буду работать дальше.